Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В городском театре отпраздновали знаменательную дату – 25 лет со дня основания Анапского районного казачьего общества. В торжественном мероприятии приняли участие атаманы районных казачьих обществ, представители администрации города, главы сельских округов, руководители силовых структур и правоохранительных органов. По сложившейся традиции, любое дело у казаков начинается с молитвы. Этот праздник не стал исключением. Молебен на доброе дело провел настоятель Свято-Ануфреевского храма, протеерей Виктор Полянкин. Знамена Анапского районного казачьего общества внесли в зал под гимны России и Кубани. Заместитель атамана Кубанского казачьего войска, войсковой старшина Константин Перенишко, особо отметил, что за 25 лет службы анапские казаки показали безупречную репутацию и преданность общему делу. А вклад анапчан в события, которые развивались в Крыму в 2014 году, оказался бесценен. Когда случились крымские события, казаки встали и первыми анапчане пошли на тот берег для того, чтобы стать на защиту, стать тем самым бронежилетом всего народа, всех граждан, проживающих в Крыму и бронежилетом всей России. Потому что в те дни еще никто не знал, чем это все закончится, и еще даже вооруженных сил там не было. А казаки уже стояли и выполняли свою историческую миссию по приказу атамана Кубанского казачьего войска. Большую роль анапское казачество играет в жизни и самого города. Совместные рейды с полицией, охрана правопорядка и обеспечение безопасности на социальных объектах Анапы – это лишь малая доля того, что делают казаки совместно с администрацией курорта. В свою очередь глава города делает все возможное, чтобы взаимодействие было плодотворным. Благодаря поддержке сегодня администрации, главу муниципального образования Сергея Павловича Сергеева, мы видим, что были и выделены средства сегодня на содержание нашей дружины. 40 казаков содержатся за наши муниципальные средства, которые сегодня участвуют в охране общественного порядка. Для того, чтобы воспитать нашу молодежь, наших казачат, создано сегодня 39 казачьих классов, 15 групп казачьих направлений, и делается многое, 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 и будет это притворяться в жизни. Это задача государственная. Она будет выполняться. За большой вклад в духовное становление казачества и патриотическое воспитание казачьей молодежи благодарностью атамана кубанского казачьего войска был награжден протеерей Виктор Полянкин. Почетной грамотой настоятель храма святой великомученицы Варвары, протеерей Алексей Гусев. Также были вручены благодарности, грамоты и подарки ветеранам, труженикам районного казачьего общества и начальникам управления культуры и образования. Микитюк Наталья Васильевна, начальник управления образования, муниципального образования, город-курорт Анапа. Казаков поздравили почетные гости праздника. Атаман Таманского казачьего отдела, казачий полковник Иван Безуглый, депутат законодательного собрания Краснодарского края, казачий полковник Владимир Верстунин, заместитель председателя Анапской местной общественной организации греков Горгипия Христофор Асланиди и председатель правления Центра армянской национальной культуры Эрсен Эриян. Они вручили юбилярам ценные подарки. Особо были отмечены директора школ, в которых ведут свою работу казачьи классы. А лучшим казачатам за отличные показатели в учебе также были вручены награды. Большой праздничный концерт стал яркой финальной точкой в юбилейном мероприятии. Телерадиокомпания «Анапа-регион» также была удостоена благодарности атаману кубанского казачьего войска Николая Далуды за активную работу по пропаганде казачьего образа жизни и оказанию помощи в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. И к другим новостям. Ежегодный обход семей, требующих дополнительного внимания, дает положительные результаты. 124 анапские семьи, состоящие на профилактическом учете и имеющие несовершеннолетних детей, в канун новогодних праздников посещают специалисты социальных служб, профилактической работы и надзорной деятельности. Мероприятие проходит с 1 декабря, согласно постановлению главы города Анапа. В обходе участвуют представители мэрии, социальные работники, сотрудники пожарного надзора и полиции. Специалисты смотрят за обстановкой в семье, а также достатком, помечают, что можно сделать и чем помочь. Часто помогают одеждой, предметами первой необходимости. Проводят консультации по оформлению социальных выплат, рассказывают о формах детского досуга. Особое внимание против пожарной безопасности, состоянию газового оборудования и традиционных печей. Одинокой многодетной маме за счет местной администрации заменили всю проводку в доме. На сегодняшний день посетили более 90 из 124 семей, которым требуется дополнительное внимание. Мероприятия подобного рода, которые проводятся у нас по всему Краснодарскому краю, они, конечно, приводят к определенным результатам. Хочу сказать, что в прошлом году семей, где мы находили газовые баллоны, где не было топочных листов, где валялось очень много разной одежды, под печкой, на печке, около печки и так далее, этих семей было больше. Профилактические мероприятия, которые проводят и представители социальных служб, и инспекторы пожарного отзора, и инспекторы ОПДН, они дают определенные результаты, и наши семьи, которых мы посещаем ежегодно, сегодня делают все меньше и меньше вот таких ошибок. В Анапе начали работу традиционные елочные базары. Есть точки, где торговля идет круглосуточно. На одном таком специально огороженном пятачке может разместиться порядка одной тысячи деревьев. В ассортименте ели и сосны на любой вкус и кошелек. Цена живого дерева начинается от 400-500 рублей. Все зависит от ее размера. Уже появились первые покупатели. Ветви дерева рекомендуют освобождать от веревок или специальной упаковки после того, как она постоит несколько часов. Для того, чтобы дерево радовало глаз как можно дольше, его рекомендуют устанавливать в воду или влажный песок. Периодически ель необходимо поливать питательным раствором с добавлением аспирина и сахара. Есть и другие варианты. Специальную смесь можно приобрести в специализированных магазинах. Стало известно, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь. По информации отдела по транспорту и связи, движение общественного транспорта по городским и пригородным маршрутам регулярного сообщения номеров, указанных на экране, в ночь с 31 декабря на 1 января будет осуществляться до 3 часов ночи. 6 января транспорт будет ходить по указанным маршрутам до 24 часов. В остальные дни в соответствии с утвержденным расписанием движения на осенне-зимний период. Особым детям особое внимание. В преддверии новогодних праздников клубное любительское объединение «Открытый сердца» совместно с администрацией Анапского сельского округа провело акцию новогодней сюрпризы. Дед Мороз вместе со Снегурочкой посетили семьи, которые воспитывают особых детей. В станице Анапская уже давно стала традицией в канун Нового года поздравлять семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Уходящий год не стал исключением. Администрация сельского округа и объединение «Открытые сердца» не оставили без внимания ни одного ребенка. Все получили индивидуальный подарок и поздравления от сказочных героев. На территории нашего округа проживает 62 семьи, в которых воспитываются ребята с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году на базе Дома культуры станицы Анапской было создано клубно-любительское объединение. Цель создания такого объединения была собрать вокруг себя детишек, родителей, мам, чтобы адаптировать ребят в обществе, чтобы помочь им открыть им свои сердца. И наше клубно-любительское объединение получило это название «Открытые сердца». И стала традицией уже в канун Нового года проводить поздравления по месту жительства с небольшим театрализованным представлением. Дед Мороз, Снегурочка поздравляют детишек, вручают им новогодние подарки и приглашаем их на нашу новогоднюю елку. К этому маленькому празднику готовятся и сами ребята. Вместе с родителями шьют новогодние костюмы, учат стихи и песни. Кто подарки нам принес, это дедушка майор. В организации таких праздников активное участие принимает Оксана Смирнова, методист сельского дома культуры. Оксана сама мать особенного ребенка и на своем жизненном опыте знает о всех трудностях, с которыми приходится сталкиваться детишкам с ограниченными возможностями здоровья. Почти год назад она возглавила клубное любительское объединение «Открытые сердца» и теперь делает все возможное, чтобы адаптировать таких детей к полноценной жизни. Изначально у меня было в планах организовать объединение родителей, которые могли бы делиться друг с другом проблемами, опытом прежде всего. в итоге мне этого стало мало. Мы стали приобщать детей, стали организовывать вместе с мамами творческие занятия с целью социализации наших детей. Большинство из них сидят дома в четырех стенах и, в принципе, ничего не видят. Сейчас я вижу горящие глаза, я вижу, как они ждут наших пятниц, я вижу результаты их работ и особенно радость в глазах матерей, которые рады за своих детей. Для меня это очень много. И сегодня, я считаю, у нас есть семья. Семья, где говорят на одном языке, где всегда нам рады, нас ждут. В феврале 2017 года клубному объединению «Открытые сердца» исполняется ровно год. К этой дате воспитанники клуба готовят массу творческих сюрпризов для гостей Дома культуры. Ребята знают, у них есть всесторонняя поддержка, благодаря которой они чувствуют себя уверенными и, самое главное, нужными обществу. Будущее рождается сегодня. Под таким названием в Анапской центральной библиотеке прошло антинаркотическое мероприятие для молодежи и учеников 8 класса школы номер 6. На мероприятии, подготовленном управлением культуры, ребятам показали видеоролик «Трезвая Россия. Урок трезвости», после чего перед ними выступили секретарь антинаркотической комиссии Светлана Гренадерова и специалист отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Анапа Евгений Смирнов. Он рассказал о том, как меняется жизнь подростков, ставших на неверный путь. Если несовершеннолетний попался на употребление наркотиков, алкоголя или фурения, и он не достиг, естественно, 18-летнего возраста, он становится на все возможные виды учета, которые только имеются. По достижению 18-летнего возраста гражданин автоматически снимается с учета комиссии по делам несовершеннолетних, подразделений по делам несовершеннолетних милиции. У врача-нарколога автоматически сняться невозможно. Необходимо будет в течение определенного времени, там, допустим, 2-3 года ежемесячно будет наблюдаться постоянно, значит, у врача-нарколога. Кроме этого, ежемесячно будет посещаться адрес проживания данного гражданина различными комиссиями. То есть будет приходить, проверять. Как альтернативу вредным привычкам ребятам предложили заняться творчеством. В Анапе много различных коллективов. Один из них, театральная студия «Облака», выступил перед гостями, раскрыв тему о вреде курения в своей постановке. У меня аж слеза побежала. Сердце мне так жалко стало. Но только до кровати добрался. Снова звонок раздался. Эта печень вас беспокоит. Может, бросить курить все же стоит? Кроме того, сотрудники центральной библиотеки ознакомили ребят с выставкой, на которой была представлена литература о здоровом образе жизни, провели экскурсию по зданию и предложили записаться читателями. В Анапе с 19 по 25 декабря на базе Всероссийского детского центра «Смена» пройдет молодежный форум «Ты предприниматель». Ожидается, что в форуме примут участие более 300 кубанцев в возрасте от 18 до 30 лет. Организатор обещает, что все его участники получат максимум полезной информации о государственной поддержке начинающих молодых предпринимателей, смогут поделиться опытом друг с другом, а также принять участие в мастер-классах. Я напоминаю, что наш генеральный партнер производственного предприятия «Меркурий-2» приступила к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова